Сегодня Росфонд и корреспонденты Вести объявляют сбор средств в помощь пятилетней Вике. У девочки редкое генетическое заболевание. Таких детей, как она, на всю страну чуть больше 30. С Викой и ее семьей познакомилась наша съемочная группа. Скажи, как тебя зовут? Пела песни, танцевала, любила поболтать, вспоминает мама. Каталась на коньках. Когда было три года, жизнь маленькой Вики перевернулась в одно мгновение. В 2016-м случился приступ. Она стала вялая, она улыбалась в стену, она замирала. Мы вызвали врача, и к моменту приезда скорой Вике свело судорогую руку. И врачи ее увезли с подозрением на отек мозга в реанимацию. По ходу по врачам, десятки анализов, диагноз поставили через полгода. Поражение головного мозга. У Вики редкое генетическое заболевание. Организм не усваивает белок. Таких детей на всю Россию чуть больше 30. А зеленый это кто? Ёлика. Это рак. После приступа Вика заново училась держать голову, сидеть, передвигаться. Пока только на ходунках. Или держась за руки мамы. Сегодня играет с младшей сестренкой Аришей. Улучшить состояние можно, говорят врачи. Если пройти курс реабилитации в Москве. Стоит около 200 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Меж тем на лечение родители Вики возлагают большие надежды. Уверены, дочь сможет снова заговорить. Сейчас Вика не говорит вообще. Она прекрасно все понимает. Она понимает, что она болеет. Понимает, что она занимается для того, чтобы стать здоровой. И помнит, как она ходила. Как ходила, как говорила. Я очень долго, первый раз ждала слова «мама». И сейчас шанс, что она снова появится, у нас огромный. Журналисты ГТРК «Новосибирск» совместно с Русфондом объявляют сбор средств для Вики. Для того, чтобы помочь ей собрать деньги на реабилитацию, нужно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного сообщения составит 75 рублей. Елена Овчаренко, Дмитрий Владимиров. Вести. Новосибирск. Новосибирск.